Всем привет! И это новое видео, обзор вот на этот вот скетчбук. И, как я всегда говорю, после прошлого видео прошло очень много времени, и сейчас на самом деле я уже заканчиваю следующий скетчбук, а видео снимаю только вот на этот. И тут ещё написано, что он заполнялся с осени 2017 по весну 2018, и на самом деле за этот промежуток времени я очень мало рисовала для себя, в основном только для учёбы, и поэтому тут будет не так уж много всего интересного, но я решила всё равно снять, почему бы и нет. Пару слов об обложке. Здесь много стикеров, потому что, ну, раньше у меня не было стикеров, как бы я не особо любила наклеивать их на обложке, а сейчас решила это сделать. Так, ну, первая страница. Здесь, значит, может, знаете, такие анкеты в ВКонтакте и в Инстаграме кидают, типа, для подписчиков, подписчики, скажите, кто я, пассив или актив, высокий или низкий и так далее. И мы с подругами очень любим, ну, не то чтобы любим, но нам нравится заполнять такие анкеты от лица своих персонажей, да, потому что мы пишем фанфик вообще-то. На самом деле это не фанфик, это скорее оригинал-стори, так называется, со своими придуманными персонажами, осами. И в этом скетчбуке будет достаточно много упоминаться наша история, персонажи, в основном только мой персонаж, но будут и другие. И просто слишком много рассказывать про неё, я думаю, что по ходу дела, может, что-нибудь и расскажу. Так, дальше, что у нас здесь? Это с фотки Тахиона. Да, кстати, тут тоже будет много кей-попа, потому что, не знаю, мне нравится это всё. Так вот, это с фотки аэропортной какой-то из многочисленных, потом что-то ещё есть. Я просто переверну, вот девушки, можете посмотреть. Справа это эскизы к... Сейчас, вот бы ещё вспомнить. А, у нас было задание, творческий автопортрет, потом ещё будет творческий натюрморт. И это эскизы к портрету как раз-таки. На самом деле оригиналы этих работ, они просто огроменные, там такие холсты приходилось рисовать. А это эскизы. Мне этих эскизов пришлось сделать штук 100. Точно, блин, это было жёстко. Так, слева... Ну, мне просто захотелось нарисовать какую-то крутую, крутой аутфит с Пинтереста у этой девушки. А ещё мне очень нравится такая тематика, немного, как бы сказать, сатанистская, немного в девальщину, когда рисуются экирошки, хвостики чертячьи, и мне это очень нравится. Справа это как раз-таки наши персонажи. Это ещё очень первоначальный концепт, когда всё было весело в этой истории, а сейчас у нас катился какой-то жёсткий агнст. Это мой певс, а это мои подруги. И раньше они мутили, а сейчас не мутили. Вообще всё там очень сложно. Тут видно, что скейтбук только начинается, поэтому такие пока нет особо каких-либо примечательных рисунков. Здесь просто фотка Чингу, которая мне очень нравится. Вообще обожаю их мемные фотки. А справа это... Я хотела нарисовать Тухёна из клипа Ран, потому что я вдруг поняла, что это, наверное, мой любимый клип у них, именно Ран. То, что мне нравится и как снято, все эти цвета, и сюжет прикольный, как они выглядят. Очень круто всё в целом смотрится. А потом, что тут есть? Я уже вообще не помню, что это за цифры, что это за надписи. Вроде тогда я пыталась написать отчёт по практике, и спустя год, вот сейчас я до сих пор его не написала и не задала. А на самом деле надо это сделать. Вот. Это вроде должен был быть... Должна была быть FEM-версия Юнги, но это просто какая-то рандомная тяна с голубыми волосами. Справа это мой перс, который... Он только здесь изображён в годы своей юности, так сказать, потому что на момент истории основной ему 25, а здесь он где-то в 17-летнем возрасте. Справа просто мне захотелось нарисовать какой-то необычный лук. Ну, на лицо можно не смотреть. И ещё мне очень нравятся вот эти фотки. Я даже их распечатала и сделала так, чтобы они были глянцевыми с помощью скотча. Слева такая страница, смотрите, как она переливается красиво. Просто разворот, который я раскрасила золотой гуашью. И ещё тут брошюра из ресторана, где подавали только яйца. Это было очень странно. Потом справа раз в год, наверное, мне вдруг хочется нарисовать такой аккуратный лайн и раскрасить с помощью маркеров. И это именно этот самый день, когда я решила это сделать. Просто девушка, рандомная, без смысла. Это Тэхён из какого-то из просто, не знаю, ста, двухста. Сколько этих выпусков рано этой передачи, которую они снимают, вышло. Но это был тот выпуск, где они были с милыми пёсиками. И потом, что-то ещё есть. Это какая-то слева, не знаю, видно ли на камере или нет, но это фраза из жизни. Вроде про День святого Валентина я не могу прочитать сейчас. Справа. На самом деле, вот этот рисунок, он испортился, потому что я привыкла все свои работы, особенно карандашные, заливать прям густо лаком для волос. Именно для волос, потому что у меня нет нормального лака для закрепления работ, поэтому я использую обычный. И я просто залила им всё. И работа была изначально такая в приятных сиреневых тонах, но, видите, она стала ядрёно-розовой. Это на самом деле... Вроде я хотела нарисовать себя. Вот я и своих подруг в стиле клипа «Бладцевая Тирс», потому что нам всем очень нравится эта песня. Не знаю, как бы так сказать, но она нас объединяет. Это наши песни. Короче, и я решила нарисовать их нас. Блин, их нас в костюмах оттуда. Это как раз то, что я говорила там давно ещё. Эскиз к творческому интерморту, который огроменный. И на самом деле я привыкла выёбываться. И это не было оценено по достоинству, потому что в итоге за это даже оценки не ставили. Это просто всё-таки... Ну, вы нарисовали, молодцы. Ну, и всё. Прошли мимо. Это было очень обидно справа. Но здесь мне нравится профиль. Вот этот вот. И ещё юнги, опять же, из клипа «Ран». Плюс тут ещё написаны всякие игры, в которые я хотела бы поиграть, но в итоге, конечно же, не поиграла. Это «Doki Doki Literature Club». И вроде-ка это игра про барменшу в киберпанк-стилистике. Потому что мне комп не тянет крутые игры, поэтому приходится играть в такое. Но я не говорю, что они плохие. Просто... Просто вот так вот. Здесь я просто рисовала с фоток... Опять с Пинтереста, может... А может и с ВК, неважно. И самое обидное то, что... Вот эта девушка, я нарисовала её буквально за 5 минут с фотографии. И потом выложила, и всё-таки... Вау, как круто! И ты такой сидишь... Блин! Вообще-то это было обидно, потому что... Когда... Не знаю, нет. Когда хвалят, это приятно, но пропускают мимо работы, которые ты рисовал, там, 5 часов. Это немного... Не знаю, как бы это... Ну, вы, наверное, понимаете, о чём я. Грустно немножечко. Такова жизнь. Потом. Ещё мне очень нравится вот этот рисунок. И... Собственно, всё. А ещё тут очень много будет встречаться на страницах всяких этикеток с фруктов, потому что... Потому что мне нравится их вклеивать в скетчбук. О! Так. Это была зима прошлого года. Каникулы. И тогда я начала играть в игру Mystic Messenger. Ну, вы, наверное, знаете. Такая игра на английском для смартфонов, где просто надо... Тебе звонят анимешные куны в 4 утра, в час ночи, и надо им отвечать. И поначалу это было весело, но под конец я вообще, короче, бросила это всё. Я не прошла ни одного рута. Просто, наверное, ещё потому, что я попала на рут какого-то шкалолом вот этого вот светленького, а мне очень понравился вот этот красно-волосый, и я подумала, что, блин, что-то не хочется до конца проходить, и забила. Но, если что, вы... Если не играете, попробуйте поиграть. Очень прикольная, необычная концепция этой игры. Даже если вы не очень хорошо разбираетесь в английском, то там, в принципе, очень всё понятно. И можете заценить. Справа... Про это особо нечего сказать, но мне очень нравится вот этот парень. Мне нравится чёрный юмор. И тут он как бы немного отображён. А сверху это всякие сериалы, фильмы, которые я хотела посмотреть, и в итоге я посмотрела только последнее вот этот вот сериал про подростков. здесь много фраз, которые относятся к нашей истории, оригинал истории, и... кто про Шариден тут может понять, о чём она. Пока я не буду говорить о чём, потому что мне не очень хочется. Потом... А, вот это... Это я нашла, короче, свой дневник, который я вела, когда мне было... Когда я училась в первом классе, и это просто такой читаясь, прям, не знаю, ностальгируясь, что так всем было мило. Я прям чуть слезу не пустила. Так, что-то хотела сказать, но ладно. Здесь просто крутые цитаты из книг, а может, из фанфиков. Не знаю, откуда точно. Из каких-то литературных произведений. Потом просто рандомные девочки. И вот это было нарисовано в день выхода ДНА. ДНА. Ё, блин, как это правильно звучит-то? Я просто нарисовала, но я даже не хочу переворачивать. Здесь вроде написано Skin Routine. Это какая-то десятиступенчатая система ухода за кожей. Это просто, не знаю, для тех людей, у которых есть лишние три часа утром, чтобы прихорашиваться. То есть, не для обычных нормальных людей. Справа это клип, то есть, по мотивам, или, в общем, нарисовано по клипу на группы пошлая Молли. Большинство считают эту группу такой зашкварной, какой-то для мелких детей, но мне очень нравятся, как бы, их песни, их музыка очень неплохая. Стоит отдать должное хотя бы за то, что они не рэперы, панк-рок, это круто. Поэтому ему респект им. Так, это нарисовано с фотки, с какой-то фоток, вроде, это был Юн Ги. Это с выступления с Best of Me, мне очень нравится эта песня. Потом вот это, 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 вот это все, это наши персонажи, это мой персонаж, его это буду показать. но это уже старые какие-то концепт-арты. Это 17 лет ему здесь, 19, но это уже устарела информация. Вот. А еще я пыталась в красивое украшение на разворотах. Именно здесь. Учила, значит, доуп, потому что в один момент жизни своей нам с подругой вдруг захотелось прям конкретно так научиться танцевать именно кей-поп-танцы. И мы просто бегали по всяким танцевальным студиям и спрашивали, а у вас можно научиться танцевать кей-поп? И нас везде посылали. Ну, в итоге мы решили дома учиться у зеркала. Потом что-то еще. Ну, собственно, это тоже какие-то наши персонажи. Это тоже наши персонажи все. Это просто чел. Самое крутое здесь это Лена Полена, потому что мне так сказали в моей группе. Потом здесь я просто рисовала гелевой ручкой просто так без всяких идей. Этот разворот мне нравится, потому что он просто очень цветной и обычно у меня все такое черно-белое, какое-то карандашное. Здесь решила немного заморочиться и раскрасить. это лак, он красиво блестит, вот это. Может, извините, вот эта штука прикольная. Потом это с той культовой просто трансляции, где Хасок и Юнги делали себе маски. Я просто... Это тот был случай, когда 30 минут ты залипаешь в экран и не понимаешь ни слова, он такой «Да, да, хорошо». Потом здесь какие-то имена, которые я придумала для своих персонажей. Это вроде Тихион, которого меня попросили нарисовать там реквест в группе и ну и все. Здесь просто люди. Так, что-то еще. Это вырезано из конспекта с пары по основам визуальной коммуникации, потому что у нас такой институт, где ты можешь спокойно рисовать там прям в тетради и тебе никто за это слово не скажет. И это мне очень нравится. Я дома еще потом пришла и раскрасила маркерами, чтобы было красивее. Ну и вклеила сюда. Справа мне очень нравится вот эта вот эта вот фотка. Я просто... Она у меня стояла и на обоях на телефоне, и на обоях на компе, и где только она не стояла. Не знаю, мне очень она нравится. Я прям сюда ее вклеила. И ну просто пастельный такой тамблер-разворот. Хотя нет, тамблер это лишнее слово. Просто голубо-розовый разворот, мне он тоже нравится. И здесь еще написано всякие хэт-каноны, что у юнги веснушки. Да, это просто дно пробито, когда ты уже придумываешь хэт-каноны про реальных людей. Ну почему бы нет? Да, да. О, это тоже очень интересная история. В один момент просто нам в художке, в институте мы начинали рисовать портреты с натуры акварелью, и чтобы потренироваться, я дома решила просто порисовать с фоток акварелью. я нашла на интернете какую-то фотосессию с очень крутым освещением, цветами, и нарисовала вот это вот два, две штуки. А потом уже спустя время я поняла, что это мембер NCT. И это, кстати, вторая группа, которая, ну, как бы, мне больше всех нравится, и всех. Я тоже их очень люблю, кроме BTS, конечно же. Я просто сейчас смотрю на это, как не похожее. Но тогда я вообще не знала, кто эти люди. вот, я продолжаю рисовать акварелью. Ну, как рисовать, просто малевать. Это очень всем нравится. Ну, наверное, потому, что это так мило, стилизованно. Все любят такую стилизованную мультяшную рисовку. Мне тоже очень нравится. Насчет этой фразы, из-за которой появился, появился, возник небольшой срач в моей группе. А сейчас я уже могу сказать, что я изучала корейский немного, чуть-чуть. И на самом деле то, что тут немного неверно, то, что, ну, в корейском языке хангилии нет иероглифов, там буквы складываются в слоги и слоги в слова, и это понятно. но мне кажется, что это спор немного не имел смысла, потому что обычному человеку не обязательно знать, что там иероглифы, что слова, что буквы. Ты просто видишь что-то непонятно, наверное, это иероглифы. и, в принципе, таких людей очень, ну, можно понять. Я ничего не говорю против. Потом это эскиз к работе, который я до сих пор не нарисовала. Потом это меня просто кто-то очень жестко даже не обидел, я сама обиделась. Она просто... Что это написано-то? Я не знаю. Просто грустный рисунок. А внизу какой-то жизненный мем. Справа это Тэхён и Чингук просто играют в приставку. Еще тут написано покрасить. Заметка на будущее, которое не исполнила. Не выполнила. Это был трейд с художницей из ВК это Йо Оз. Справа значит... Если вы видите на странице кучу просто лиц тел рук ног то скорее всего я это рисовала в 4-3 ночи а может и в 5 и просто потом это будет еще появляться здесь на страницах. А здесь мне очень нравится ну нижний ряд так сказать. Еще крутая наклейка которой лет так 10 может 15 нет 10 точно 10 лет это какие-то стикеры которые надо переложить в другое место почему они здесь до сих пор есть тут у нас это решила нарисовать просто понтан Синьон Дан в милой стилистике тут надо прям перевернуть мне кажется видно что-то или нет не знаю это наши персонажи это просто смешной а может и не смешной но для нас смешной потому что только 4 человека в этой вселенной вообще шарят за этот фэндом когда ты фанатеешь от своего же фэндома это просто наши персонажи и веселые истории с ними это тоже кстати мой персонаж и просто его аутфиты здесь Техион это фотка которая я уже говорила давным-давно в этом видео что мне очень нравится фотосессия и я уже по-моему третий раз перерисовываю эту фотку и ну и все дальше это просто страничка опять же восхищения внешностью Техиона ну хотя просто информация для тех кому интересно что в BTS мой биас это на самом деле юнги ну просто то что он мой спирит как у большинства людей наверное они все на самом деле лапочки котяточки милые а Техиона мне просто нравится чисто внешне он прям ну красивый это нельзя отрицать это просто надо принять как факт истину и просто его рисовала о боже так это самописный гайд по игре в фортнайт да 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 я настолько зашкварный человек просто мы с подругами одно время да и сейчас играем в фортнайт и просто я написала гайд как круто играть чтобы не быть нубом но он не работает это уже спойлер так ну это тоже что-то по нашему нашей истории синтетические наркотики и прочее это слова со стрима вроде опять же со стрима по игре в фортнайт а там еще рисунок который я не хочу даже приворачивать мне он не очень нравится о так много людей на странице значит нарисовано в четыре ночи поэтому тут и написано что сейчас четыре ночи ну это просто рисовала каких-то азиатов сфоток как вы можете видеть это крутой лук одной девушки с пинтереста это ос чей-то я нарисовала реквесты в группе потом вот этот рисунок он я вырезала еще с прошлого скетчбука настолько мне он нравится и наверное я потом вырежу отсюда его в следующий скетчбук и так просто буду продолжать продолжать не знаю мне он так нравится сам себе не похвалишь никто не похвалит ну правда потом ой тут много говорю бандаж фейрис вот это это короче очень крутая группа если вам нравится панк-рок все такое в этом духе то зацените мне очень понравилась эта группа их треки песни они вроде швед шведы это шведская группа но я могу ошибаться крутые ребята очень нравится здесь я пыталась нарисовать ленинги тут написано пельмешка со сметаной и какой-то пацан со сломанной рукой здесь мне нравится ну вот этот чунгук потому что он вышел милым и таким стиль не знаю в моем стиле не в моем стиле просто мне нравится как он здесь получился остальное какое-то более ушедшее в реализм мне как-то не очень здесь нравится а справа я рисовала опять же одежду разную это мои персонажи очень старые которые еще были в самом первом то есть не в самом первом но в том в том голубом в скетч-блоке который есть на моем канале и здесь опять я просто рисовала сфоток кстати я вот смотрю на вот эту одежду вроде этот ион из НСТ как бы не на лицо а на одежду если смотреть эта страница мне очень нравится потому что она такая какая-то легкая непринужденная просто нарисована гелевой ручкой и что-то в ней есть вот что-то в ней есть я сама могу сказать как автор а еще очень крутая наклейка может кто знает ставьте лукаса если помните классный журнал и там очень часто были всякие наклейки которые надо было собирать это были наклейки по аниме ну как бы просто по разным аниме штукам это сложно объяснить это надо было видеть жить в 2000 я не жила в 2000 так это нарисовано с срисовано с юнджин когда твой идеальный тип женский и мужской как бы идеальный как сказать короче человек один совмещает себе идеалы женский и мужской и это тот самый случай вот это тоже срисовано с какого-то азиата очень известного исполнителя я не помню его имени но может кто-то поймет хотя вряд ли это похоже но точно с кого-то я срисовывала я помню прям что-то еще есть это тоже одежда с фоток а это короче я нашла очень крутую фотку юнги это вроде было сэленд шоу вроде как мне настолько оно понравилось что я решила нарисовать все три а нет даже четыре раза но тут все четвертый есть под этой штукой и короче нигде он не вышел настолько крутым но больше всего мне нравится вот этот средний но более-менее так нормально нормально я пыталась начать читать спокойно очень пунь-пун но как-то пока это не очень хорошо продвигается это дело что бы здесь сказать мне кажется ничего это тоже очень старое старый рисунок очень старый и он здесь сюда вклеен мне еще нравится что сочетание я просто мастер дизайнерское решение вот этой надписи и рисунка прям да когда доволен собой так тут переверну даже это наши персонажи нарисованы как-то их тотемные животные да-да у каждого персонажа есть как бы свое тотемное или как талисман животное и вот они мне кажется очень мило вышло а это вегуки да-да-да это они они вот так это мой персонаж и немного просто такой небольшой разбор его одежды 17 лет 25 и 26 и тут если что там видно на камере можете посмотреть почитать если кому-то интересно конечно короче мне очень нравится как он вышел в 17 лет прям такой пущечко не знаю люблю свой персонаж это по мотивам фотосессии а сейчас вспомню название you never walk alone вроде называется альбом и это мне очень-очень понравилось их образ понравились их одежда именно в этой фотосессии я нарисовала так справа должен быть рисунок с нашими персонажами но я его не нарисовала раньше я могла это спокойно читать сейчас такой что это странные письмена это тоже персонаж одной классной художницы а из ВК Полина Муха вроде пожалуйста не обижайтесь на меня если я что-то неправильно сказала это ее персонаж и это Чимин с фотки тоже какие-то люди юнцы это комикс по мотивам то есть по реальным по реальным комикс основан на реальных событиях мы просто решились на Хэллоуин решили на Хэллоуин одеться как свои персонажи и что из этого вышло я же говорю что это шутки для чисто для локальные какие-то приколы это тоже по одному из выпусков Рана это крутая фотка Тихиона милый пластырь с Хэллоу Китти слова которые учила давным-давно и тут просто куча-куча всяких клеек рисунков прочего-прочего которые наверное не стоит показывать да просто обратно обратно-обратно так так все это был обзор на скетчбок как я обещала я сняла все всем удачи пока надеюсь вам понравилось веселого хорошего дня вечера ночи всем пока Субтитры сделал DimaTorzok